Принцип Дерихлея, о котором мы сейчас поговорим, утверждает, что если 100 кроликов рассадить по 99 клеткам, то найдется хотя бы одна клетка, в которой сидит хотя бы два кролика. Заметим, что может и не быть никакой клетки, где сидит ровно два кролика, но найдется обязательно, как минимум одна клетка, в которой сидит как минимум два кролика. Притом распределение кроликов под клеткам может быть абсолютно любым. И число кроликов и число клеток здесь не так важно. Главное, что кроликов у нас больше, чем клеток. Вот если у нас кроликов больше, чем клеток, то хотя бы в одной клетке кролик, который там сидит, не будет один. Вот я здесь нарисовал семь кроликов и шесть клеток. Распределим их некоторым случайным образом по клеткам. Заметьте, что здесь нашлись клетки, в которых сидит как минимум два кролика. Вот одна из них, вот вторая. Таких клеток может быть несколько, может быть и одна. Могут все сто кроликов попасть в одну из девяносто девяти клеток. У этого принципа также есть и обратная формулировка. Если девяносто девять кроликов рассадить по сто клеткам, то найдется хотя бы одна пустая клетка. А может быть и больше. Это утверждение, которое я сейчас сформулировал, оно кажется очевидным. Но на деле под понятием кролика и под понятием клетки можем понимать довольно сложные вещи, предметы и обстоятельства. Рассмотрим это на примерах. Вот стандартный пример. Представьте себе мешок, в котором лежит очень-очень много одинаковых по форме шаров. И эти шары, каждый из них одного из семи радужных цветов. И каждого цвета в мешке очень-очень много. Не важно общее количество, не важно соотношение количеств цветов. Может быть там сто синих шаров, миллион желтых шаров и триллион красных. Абсолютно неважно. Вопрос ставится таким образом. Сколько шариков мы должны достать не глядя, чтобы хотя бы два из них были одного цвета. По принципу деревья шарики, которые мы достаем из мешка, становятся кроликами, которые мы рассаживаем по клеткам. А клетки, что это? Это цвета радуги. То есть каждая из семи клеток соответствует одному цвету радуги. А он как бы соответствующего кролика садим в определенную клетку, соответствующую этому цвету. Ну по принципу деревья, если кроликов будет восемь штук, то в одной клетке окажется как минимум двое кроликов. Это означает, что среди шариков окажутся как минимум два одинаковых. Может так случиться, что нам и два шарика достаточно будет вытащить и они случайным образом окажутся одинакового цвета. Но это может произойти только лишь случайным образом. В вопросе задачи говорится о том, чтобы два шарика были одинакового цвета обязательно, в любом случае, независимо от теории вероятности. Если мы вытащим всего семь шариков, то может такое произойти, что среди них окажутся все семь цветов радуги. Пускай это маловероятно, но такое может произойти. Поэтому восемь это наш ответ. И хоть и это простая задача, обратите внимание на то, что мы берем здесь за понятие кролики и что мы берем здесь за понятие клетки. За клетки мы здесь взяли не предмет и даже не место. За клетки мы берем обстоятельства то, какого цвета конкретный шарик, который мы только что достали. Различные цвета, различные обстоятельства, различные клетки. Сколько максимум королей на шахматной доске можно расставить так, чтобы ни один из них не бил другого? Король ходит точно так же, как и бьет. Король может бить любую соседнюю клетку, в том числе и по диагонали. Рассмотрим ответ на этот вопрос. Можете поставить на паузу и подумать, что мы представим в виде кроликов, а что мы представим в виде клеток. За кроликов мы, естественно, берем королей, а в роли клеток у нас выступают квадратики из четырех шахматных клеточек, расположенных два на два. Посмотрите, если на один такой квадратик попадают два короля, то неважно, каким образом они там стоят, рядышком или по диагонали, в любом случае они бьют друг друга. Итак, в роли кроликов королей, в роли клеток квадратики два на два. На доске таких квадратиков 16 штук, так как доска состоит из 64 клеток 8 на 8. По принципу Дерихле, если королей будет на один хотя бы больше, то есть 17 и так далее, то как минимум в одном таком квадратике окажутся два короля, как минимум причем два короля, и естественно они будут бить друг друга. Если же королей окажутся 16, то можно попробовать расставить их таким образом, чтобы они не били друг друга. Как мы это сделаем? Ну, мы, собственно, поделим всю нашу доску на 16 таких квадратиков, каждый состоящий из четырех клеток. И каждого короля расставим в одном таком квадратике, например, в левом нижнем его углу. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Таким образом, что до соседних королей, каждому королю пришлось бы идти два шага. Поэтому ответ на данную задачу не более 16. Пример остановки 16 королей показан на экране. В задаче номер 3 рассматривается игра в баскетбол. В каждой команде 12 игроков, включая запасных, всего, соответственно, 24. И данный баскетбольный матч завершается со счетом, который вот написан на экране. Найдутся ли двое баскетболистов среди всех игроков и из той, и из другой команды, которые принесли своим соответствующим командам, не важно, это баскетболисты одной команды или разных, одинаковое количество очков. Можете поставить на паузу и подумать, что здесь мы примем за кроликов, а что у нас выступит в роли клеток. И замесив вопрос, задача поставлена таким образом. Обязательно ли будут два таких баскетболиста, которые принесут одинаковое число очков своим командам, или своей одной и той же команде, это не важно. То есть, вопрос не в том, может ли это произойти, а в том, обязательно ли это произойдет. То есть, а может ли произойти обратное то, что любые два баскетболиста принесли различное относительно друг друга число очков для своей команды. А число очков может быть любым целым числом по сути, 0, 1, 2 и так далее. Ну, рассмотрим различные такие числа. Игроков у нас всего в матче 24. Поэтому возьмем минимальные возможные 24 такие числа различные. От 0 до 23 соответственно. Сложим их, потом скомпонуем некоторым другим способом, чтобы проще было вычислить сумму и вычислим ее. Ну, вот по формуле сумма арифметической прогрессии она равна 276. С другой стороны, если последнее число не брать, то получится 253 соответственно. А это уже сумма 103 и 150. То есть, тех очков, которые набрала одна команда и другая команда. Тогда в ролик роликов у нас выступят сами игроки. Их 24 человека. А в ролик леток у нас выступят что? Числа. Неотрицательные числа. Ну, то есть, 0, 1 и более. Которые дают в сумме 253. То есть, суммарное количество очков набранных обоими командами за эту игру. Ведь, если эти числа различны, то их не более 23. Вот в этом равенстве оно показано. Вот все минимальные различные такие числа от 0 до 22. А их 23 штуки. Мы взяли. В сумме как раз у нас получилось количество очков суммарное, набранное двумя командами. И, соответственно, раз чисел таких 23, игроков 24, то никак мы по принципу дельхлей не можем рассадить этих кроликов по клеткам так, чтобы в одну клетку попал только один кролик. Ну, это значит, что обязательно двое одновременно наберут 0 очков либо какое-то другое количество. Значит, ответ на эту задачу обязательно найдутся двое людей, принесших одинаковое количество очков. Последняя задача. Представьте себе остров, на котором расположено некоторое количество городов. И эти города так или иначе соединены дорогами между собой. И дорогой считается такой асфальтированный, например, или грунтовый отрезок пути сначала в одном городе и концом в другом городе. То есть соединяющий ровно два города и не содержащий на себе по пути городов. Ну, иначе это будет считаться как несколько дорог. Ну, и вопрос. Найдутся ли два города, из которых выходит одинаковое количество дорог? И про количество городов здесь ничего не сказано. Но важное условие в том заключается, что любые два города напрямую соединены не более чем одной дороги. То есть невозможно вот такая ситуация, когда вот появляются две различные линии между одной и той же парой точек. Ну, или три различные линии. То есть вот такая ситуация невозможна, такая ситуация невозможна. Что мы возьмем за кроликов, что мы возьмем за клетки. Подумайте над этим на паузе. Итак, сначала сделаем допущение для пущей понятности. Пускай городов на этом острове ровно сто штук. И дальше. Эти сто городов выступают в роли кроликов. То есть у нас есть сто кроликов. А дальше, внимание, снова абстракция. За клетки мы берем опять же не материальный предмет, не место и даже не сами к дороге. За клетки мы снова берем обстоятельства. Которое заключается в том, сколько дорог выходит из конкретного города. То есть одна клетка это одно обстоятельство, то есть одно определенное количество выходящих дорог из одного города. Итак, сколько из одного города может выходить дорог? Ну, давайте посчитаем. Город может быть не соединен ни с одним другим городом напрямую. Как, например, вот этот город на рисунке. Город может быть соединен с одним городом. Вот пример на рисунке. Город может быть соединен с двумя городами. Вот такой пример. С тремя. Ну, с четырьмя и так далее, и так далее, и так далее. Ну, или он может быть соединен со всеми другими городами, присутствующими на нашем островном государстве напрямую. Вот как я это рисую сейчас. Тогда, казалось бы, вариантов у нас от нуля до девяносто девяти. То есть ноль, когда наш город обособленный, в нем нету никаких дорог, которые из него выходят куда-либо. Либо девяносто девять, это когда для каждого из оставшихся девяносто девяти городов мы проложили путь напрямую, минуя остальные города. Но, заметьте, что вот эти два варианта, ноль и девяносто девять, они не могут существовать одновременно. Потому что, если есть город, который не соединен ни с какими другими городами, дорогами вообще, то не существует такого города, который был бы соединен с каждым из оставшихся. Потому что этот вот город с максимальным количеством дорог девяносто девять, он тогда должен быть соединен с вот этим городом, у которого, наоборот, минимальное количество дорог ноль. Ну, тогда нуля там быть не может. Хотя бы вот эта дорога, она должна присутствовать в этом городе. Поэтому из него будет не ноль дорог выходить, а уже как минимум одна. Поэтому различных обстоятельств, то есть клеток у нас сколько, это различные целые числа. Либо от нуля до девяносто восьми, либо от единицы до девяносто девяти. И в том и другом случае их девяносто девять штук. Городов же у нас сто. По предположению первоначальному. Это означает, что кроликов сто, клеток девяносто девять. Два хотя бы в одной клетке сидят одновременно хотя бы два кролика. Что это значит в нашем случае? Хотя бы два города найдутся такие, что количество дорог, выходящих из одного и из другого одно и то же. Таким образом, ответ на нашу задачу. Да, такие два города найдутся. Как минимум два города. И кстати, в этой же самой задаче вместо островного государства можно взять какой-то конференц-зал. А вместо городов можно взять людей, присутствующих в этом конференц-зале и спросить. Найдутся ли два человека, у которых в этом конференц-зале одинаковое количество знакомых. И математически это будет абсолютно та же самая задача с абсолютно тем же решением по принципу Терехле. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok